так что у нас дальше а у нас дальше скалопендра ползи моя скалопендра ребята стрим по творчеству подписчиков продолжает радовать нас разнообразием обозреваемого контента потому что у нас были песни песня картины рассказ тест а теперь мы с вами будем паша который задавать это сам попросил чат поучаствовать поэтому сейчас вот нужен не только я со своими охуительными креативными идеями сейчас нужны еще и вы со своими охуительно креативными идеи потому что смотреть мы сейчас будем татуировку паша скалопендр наш бьет себе рукав и рукав у него законтуренный выглядит так не знаю видно ли вам надеюсь да прикол в чем есть идея это рукав с кистями рук показывающими разные жесты спок средний палец пис там коза по моему еще что-то а там очко показывает ну в общем сейчас покажу с других ракурсов а вопрос у паши чем это можно дополнить что сюда можно добавить вот идея прикольно смотрится прям стильно ни у кого такого не видел то есть реально татуха будет узнаваемая вот ты видишь просто руку такой я знаю чья это татуха вопрос чем заполнять остальной рукав потому что паша хочет именно рукав они просто много прикольных парточков а да паш паша я надеюсь я я еще не помню досконально какие у тебя там жесты но бля если у тебя там нету руки которая щелкает пальцами и руки которые показывают пистолетик я обижусь ты же знаешь надо щелк щелк обязательно сделать и тогда будет хорошо но вообще под такой рукав мне хочется цветных элементов добавить то есть мне бы не хотелось наверно чтобы она была чисто чб потому что тогда она будет мрачновато смотреться а паша не мрачный тип абсолютно вот есть такие люди вот типа меня вот вот я мрачный тип гражданской наружности а паша он улыбашка он человек для которого были созданы гавайские рубашки он такой вот он гораздо более теплый гораздо более цветной может цветные татухи на этих ладонях не на ладони там на одной ладони будет красным другой синяя таблетка морбиуса морбиуса что морфеуса пардон а кстати интересная идея вот я советская пишет глаза а что если между руками будут разные глаза с вертикальным зрачком сжатым в точку с расширенным с сдам змеиным совсем можно можно кошачьи глаза сделать а если туда глаза добавить и вот сюда на запястье вместо того что хотел 4 единички набить и глаза да и глаз совы нужен обязательно ну и тогда точно одну из рук надо сделать это с глазом на ладони это интересно реально кошачьи змеиные человеческие глаза сделать анимешные глаза можно ставить куда нибудь по фану чисто хигао извините глаз не слишком мракота будет это больше под хоррор тему ну я немножко натягиваю свое чувство прекрасного ну извините не могу от этого никак отделаться делюсь тем что вижу но если будут будут глаза я требую что там 4 единички где-нибудь были это будет прям мем мрачно будет если глаза будут черно-белые а если с цветом то будет прикольно сюда парадоксальным образом хорошо зашли бы звезды мне кажется чисто стилистически дима все еще интересно что значит четыре единицы это сумма гифки глаза у меня сгибка глаза которая на 4 единицы не а планируется все-таки чб но с чб может быть мрачновато с другой стороны ну почему бы и нет почему бы и нет звезды в виде буквы тогда я даже знаю кто эскиз нарисует может и рты не вот рты уже совсем зловеще будет и крипово вообще знаешь вот на этот рак тут есть другие ракурсы если что есть вот тут видно как с изнанки выглядит а вот тут еще видео есть я тебе точно могу сказать что я хочу видеть вот на вот на этой области где у тебя средний палец потому что это такая броская штука и она обращает на себя внимание и я вот точно понимаю что заставит вот этот средний палец играть смыслом еще лучше если там у тебя же будет в принципе фон какой-то рукава иначе это не рукав иначе это куча портаков налепленных будет пусть позади вот этого среднего пальца будет сетка рабица заборная а на первых довольно фигурно прикольно выглядит то есть она такой ритм создает она классно руку будет оплетать и как бы забор сетка рабица и поверх него средний палец вот это прям такая очень говорящая вещь будет очень говорящая деталь вот эти линии красным намеченные они интересные но им надо объем давать им надо какую-то светотень делать чтобы они как такие ленты выглядели которые оплетают руку тогда они будут прям классно выглядеть а может весь фон сетка сделать весь фон уже будет выглядеть как будто у него рука в чулке сетчатом проститутошно будет а вот чисто под факом вот эта часть которая плавно уйдет в другой фон но вот там вот сетку рабицу вот эту сделать из которой панковский фак вылезает это прям концепт да кстати неплохая мысль что прикольно бы смотрелись вырезки из газет типа как стиле трэш-полька да кстати в сторону трэш-польки можно посмотреть на трэш-полька основывается на трехцветии то есть трэш-полька в чб не работает для трэш-польки нужен ну в стандарте красный еще можно между рук раскидать аксессуары для рук типа кольца часы и т.д. мне кажется что это цыганчина уже будет если часы типа блять нормальные пацаны не набивают себе часы а носят да я в этом ракурсе посмотрим тут ленты будут вот эти и вот между лентами что-то должно происходить то есть вот эта рабица она пойдет получается от фака наверх и упрется растворившись в верхних руках где спок и вот этот вот жест вот до них как бы сетка которая перекроет тебе вот эту зону а дальше она уйдет какой-то другой фон прикольный но фон абстракция фоном как мастер сам нарисует чтобы добавить чтобы ниже пустить такое ну вообще будь моя воля я тебе предложил до грубо смотри вот у тебя средний палец наверх от него и в сторону рабица а вниз она постепенно уходит в черный закрас то есть у тебя под руками и под ленты то есть у тебя у тебя вот вот эти вот ленты темный фон с звездным небом то есть прям черный прокрас на котором какие-то созвездия оставлены прям звезды с лучиками можно можешь сказать и попросите большие буквы жены рисует на руке и будет прям пиздата потому что светлые руки будут выделяться на темном фоне будет принцип контрастности соблюден при этом звездное небо выше рабица дальше надо смотреть насколько ты высоко ты ты так меня на плечо не хочешь а так так там рабица тогда и раствориться хочешь можно пиздануться и сделать но это пидовская тема но мы же пидовки в конце концов это рабица кверху может разлететься в на птиц улетающих и тогда это будет грамотный выход наверх то есть чтобы тебе не забивать плечо полностью будут рабица просто разлетается птицами по пидовски страшно будет смотреться но в этом есть свое очарование то есть у тебя татуха идет снизу вверх по руке от максимально плотного прокраса к максимально рассыпающимся к максимальным минималистичному то есть звездное небо забор и забор разлетается птицами поверх него руки и все это вот так вот насквозь прошита лентами но вот насчет цвета лент подумай я бы и с цветными все-таки сделал иначе мрачно будет не используя красный и синий чтобы не потерялась фишка паш паш ёбни зеленые ленты изумрудно зеленые слезеринские темные такие насыщены слезеринские зеленые ленты можно даже с какими-то белыми серебряными проблесками небо забор птицы руки все вот тебе рукав и темные зеленые ленты зеленый мой любимый цвет у тебя на второй руке зеленая татуха будет охуенно смотреться собственно ну все вот готовый концепт забирай огонь не видел раньше чтобы дима татухи комментировал а я раньше не комментировал это первое творчество подписчиков видит тату которая мне прислали причем на этапе демки мне прислали демку татухи и мы сейчас допиливаем ее до готового релиза вполне себе in tight moment то есть такой прям темиртауский подход дима тату продюсер блять тату продюсер это же даже звучит продюсер кто ты там блять продюсер тату нахуй иди я тату продюсер но на самом деле метафорически все люди делают одно и то же вообще в принципе по жизни у нас мозги заточены примерно в одну сторону я продюсер я продюсирую ролики я продюсирую стримы я продюсирую треки я продюсирую артистов и ну реально если вы отложите в сторону специфику то что я сейчас сделал у вас на глазах действительно продюсерская работа это действительно продакшен вот то что я сейчас сделал с демкой татуировки паши абсолютно тем же инструментарием под той же внутренней логике продюсеры работают с музыкальными треками это правда то есть это такая прям музыкальная татуха с точки зрения подхода дима сколько стоит эскиз от тебя не продается я не умею рисовать паша пишет забрал уже пишу владу вот он охуеет все ребят мы сделали человеку рукав а сюда блять